В вашем вопросе о коллекциях и о художниках для меня на самом деле важно не столько рассказ о коллекциях, так что, может быть, в конце я сделаю, но сколько... Ну, один действительно, как бы вот такой, наверное, никому не интересный, но для меня по всяким семейным причинам важный аспект, на самом деле, роли коллекции в нашей семье, потому что, в общем, дело, конечно, не только в том, что есть какие-то вещи, принадлежавшие не только моим дедам, но и моим прадедам, и это не только, скажем, их портреты, но и какие-то остатки, тем не менее, домашних коллекций еще. Ну, значит, в середине XIX века, но и даже не только то, что это, в общем, семейное увлечение, причем, скажем, большие коллекции были у моего деда Сергея Павловича, но, может быть, под его влиянием, а может быть, потому что это действительно такая вполне фамильная черта, но даже моя мама собирала марки, еще что-то такое, то есть и у нее были какие-то недолгие, может быть, не ярко выраженные, но бесспорные коллекционные страсти. То есть, как бы, в мире этих страстей я вырос, но при этом, скажем, моя бабушка была искренне убеждена, и, наверное, Елизавета Константиновна, вероятно, небезосновательная, что если бы, опять-таки, не чемоданчик с коллекцией марок моего деда, которую она забрала с собой в эвакуацию, они бы просто умерли с голоду. В общем, две женщины с грубым младенцем, из которых, ну да, мама была аспиранткой, ну, кажется, одновременно и преподавала, по-прежнему, вот, в политехническом институте, который был эвакуирован в Ташкент, но, тем не менее, я там едва не умер с голоду, поскольку он у меня, считаю, что мне лучше попыталась отдать в какой-то детский санаторий на лето, ну, к счастью, в загородные под Ташкентом, ну, к счастью, пошла посмотреть, каково мне там это, и ее не впустили, ее не впустили, но она все-таки умудрилась как-то через забор среди других детей меня увидеть, и увидела, что я сижу в кресле, и голову у меня то и дело падает, что я вот не могу удержать голову. И тогда она со скандалом. Ну, по-видиму, дети там просто умерли, очевидно, всех нас не кормили. Меня оттуда забрала, и чуть не 40 километров под летним ташкентским солнцем несла на руках, где-то напилась из-за рыбка, и через несколько дней заболела брюшным тифом. Ну, меня так иначе вот выкормили, и, конечно, единственной одной помощью была продажа вещей, немногих которых они увезли из Киева, ну, в том числе и марок. Поскольку коллекция марок у моего деда была одной из самых замечательных в России, самыми редчайшими, с так называемым московским телеграфом, который, кажется, существует в семи экземплярах, там, ну, еще с множеством всяких редкостей. У него вообще был, где-то у меня есть этот билет Союза филателлистов СССР, так у него был билет номер один. То есть он был такой, очень почитаемый в этом мире. Ну, были картины, какие-то картины забрали немцы. Это, кажется, единственное, что они забрали из нашей квартиры, поскольку, когда в Киеве был взорван Крещатик, после прихода немцев, как раз на территории политехнического института, они, ну, вот, поскольку это была изолированная такая территория, ну, устроили свой штаб, ну, мы жили в директорской квартире, и, соответственно, там киевский комендант жил в нашей квартире. Он был сравнительно очень любезен, он нашел каким-то образом приятельницу моей мамы, остававшую, не уехавшую в эмиграцию, Нину Никола... Ступину, кстати говоря, правнучку этого известного очень художника в начале 19 века, основателя группы Арзамас Ступина, и попросил ее все наиболее важные вещи забрать. Но, кроме там нескольких картин голландцев и каких-то музыкальных ящиков немецких, еще чего-то, которые они оставили себе, и они забрали. В общем, они все пропали, а остальные, может быть, большая часть пропала в результате грабежа, который устроили потом просто институтские дворники. Когда мама с бабушкой вернулись из эвакуации, из эвакуации все было так же, в общем, катастрофично, еле, мне кажется, один суп на двоих, а о втором, кажется, и мечтать нельзя было. Это вот был голод 47-го года. В общем, в Киеве он был особенно внезапным и жестким из-за того, что немцы это как раз этого не допускали. Немцы заставили остававшихся в Киеве жителей вдоль всех дорог посадить фасоль вдоль всех киевских улиц. И пока были немцы и год или два после войны, остатки этой фасоли еще какие-то были, и киевляне от голода не умирали. к 47-му году к отмене еще к тому же и продуктовых карточек и введение новых денег наступило просто время уже голодной смерти для очень многих. Вот, так что вот коллекции бесспорно спасли меня и маму и бабушку во время войны и после нее, когда я вернулся из после первого срока из Чистопольской тюрьмы только благодаря остаткам коллекций я смог купить дом в Боровске и благодаря этому ну, в общем, все-таки довольны они мной были или недовольны, но в течение трех лет у них не было никаких оснований меня посадить. Скажем, не было ситуации они не могли создать ситуацию которую с такой легкостью создали для Толи Марченко. Ну, у меня естественно был надзор и по надзору по правилам надзора ты, скажем, не должен выходить из дому после в разных случаях это бывает по-разному скажем, после 8 или после 9 часов вечера раньше скажем 7 часов или 8 часов утра и так далее. Но вы сами понимаете что если ты живешь в чужом доме если ты снимаешь скажем комнату у какой-то домохозяйки при том, что в те времена это было все полузаконно и все хозяева которые сдавали комнаты или дома полностью зависели от милиции то в общем-то уже совершенно несложно объяснить хозяйке чтобы она была свидетелем того, что там тебя скажем в 9 или в 10 часов вечера не было дома. Дальше все происходит совершенно автоматически ты получаешь по меньшей мере год за нарушение правил режима. а когда у тебя свой дом то тут все оказывается сложнее. Нет ни квартирной хозяйки которая зависит от милиции нет никого кто за тобой наблюдал и поэтому для меня было очень важно именно купить дом а не арендовать именно поэтому я по-моему рассказывал что мы с Толей Марченко пытались найти мне дом в Карабаново где жил Толя и Лариса Богораз сначала в Карабаново потом где-нибудь рядышком в Александровском районе но там вполне все понимавший председатель райсовета в таком положении как у меня то есть человек освободившегося из тюрьмы для того чтобы купить дом нужно было еще разрешение райсовета не категорически сказал что в моем районе я вам дома не продам снимайте пожалуйста в Александровском районе живо много людей освободившихся и это все по-видиму не один раз проходил вместе с милицией поэтому я более-менее тайно с одной стороны мог ездил в Боровск и нашел дом но с другой стороны было очень существенно что у меня были деньги для того чтобы его купить вот и надо сказать что когда меня арестовали перед этим в общем тоже моей жене и детям помогало то что в том числе и что-то можно было продать из коллекции так что в коллекции все время вот служили таким смягчающим советскую жизнь фактором непростую и в общем очень помогавшим это как бы маловажные обстоятельства то есть имеющие значение для меня для моих детей гораздо более важное обстоятельства и вот тут вот я как бы чувствую свой долг было на самом деле влияние то есть среды тех моих друзей хотя чаще всего у нас была очень большая разница в возрасте которые которые ну вот в том числе и благодаря интересу коллекции как бы как бы вот как я сейчас думаю в какой-то степени и определили мое поведение почему тут не надо ничего идеализировать коллекционная среда сейчас отвратительно тогда была ну скажем так все-таки в значительной степени двусмысленной она не была такой бесспорной которая в общем была для меня потому что это была только была только какая-то часть художников и коллекционеров которые жили в это время но мои знакомые действительно были лучшей частью этого мира и я думаю что тогда это было заметнее чем теперь произведения искусства бесспорно оказывают влияние на своих владельцев на коллекционеров людей для которых они важны и ну правда среди моих знакомых большей частью это были еще и художники опять-таки художники которые или вообще не могли работать официально в этой области или делали что-то совсем другое занимались технической графикой это очень любопытный такой такая область ну по сути своей беспредметного и очень строгого искусства которым которым уделяется гораздо меньше внимания чем она только заслуживает или оформительством очень много крупных художников жило за счет выставки достижения народного хозяйства они имеют других заработков но так или иначе это была профессиональная среда среда для которой с одной стороны искусство имело ну было жизнью не просто имело большое значение а на самом деле было смыслом жизни и что самое важное и взаимосвязано конечно с этим это была следа совершенно чуждая советской власти это были художники которые вынуждены были заниматься оформительством и не выставляли свои картины именно потому что никаких лукичей лукичей то есть портретов Ленина они не рисовали и не лепили чаще всего даже не были членами союза художников это были люди которые среди которых естественно не было никаких членов партии и и когда я говорил о среде людей которым в 60-е годы не в чем было разочаровываться то я имел ввиду не только литераторов среди которых тоже была существенная часть таких людей обычно это были люди которые вынуждены были перебиваться как-то переводами которые в общем обычно не могли выпустить собственных книг собственных стихов рассказывали романов на тянуемение которые вот таким вот образом платили за свою независимость за свое неприятие окружающего мира поскольку и среди моих родных тоже не было членов партии и тоже не было людей которые воспринимали окружающую жизнь с каким-то умилением больше того я сравнительно поздно узнал что даже один из наиболее официальных моих родственников мой дядюшка Николай Владимирович Волжинский будучи капитаном первого ранга но при этом работая в министерстве обороны заведуя каким-то отделом умудрился не вступить в партию все-таки как это можно было в министерстве обороны я для спор понять не могу да еще занимая какие-то должности по-видимому ему помогала тетка которая обладала необычайным обаянием и тоже не был учить членом партии тем не менее одно время он был руководителем секретариата адмирала Кузнецова но в общем тем не менее вот это вот была среда действительно как бы очень разнообразная как бы очень разнохарактерная и по занятиям и по интересам но но тем не менее вот вполне существовавшая и достаточно в конечном итоге многочисленная в 60-е годы которая в общем все происходившее в стране воспринимала как нечто или совершенно отвратительное или уж по крайней мере бесспорно чуждое имя вот и вот здесь вот наши ближайшие с женой приятели художники Татьяна Борисовна Александрова и ее мужика Николаевич Попов а потом и первый ее муж замечательный художник Лефедж Жегин сын архитектора Шехтеля потом в общем и гораздо более осторожный искусствовед знаменитый историк русского авангарда Николай Иванович Харджиев который тоже с ними был дружен и ну в общем весь этот круг московской художественной интеллигенции на самом деле конечно для меня просто имел очень большое значение Поповы были просто ближайшими нашими знакомыми и мы виделись в течение многих лет не реже раза в неделю иногда и по несколько раз в неделю так как коллекционеры в отличие от нынешнего времени общались между собой а Поповы тут же нас включили в очень узкий кружок который собирался по субботам по вечерам в доме то у одних его участников то у других то у третьих как сфорони это называлось культурным общением и вот куда входили Татьяна Борисовна и Игорь Николаевич входили Николай Сергеевич Вертинский и его жена Фокина причем это они то ну их мать Марья Марковна урожденная Старицкой жили они в доме князей Старицких ну естественно теперь уже в общей квартире где у них были две какие-то угловые комнатушки вот ну и вот кроме нас женой в такую вот непредставимую в нынешнее время коллекционную компанию входил еще по-моему заведующий балетной труппой Большого театра Борис Александрович Чижов жена которого с которой он к этому времени давно развелся была племянницей великой русской актрисы Элиса Ковна это все было сейчас совершенно забытая среда забытая из-за того что с одной стороны эти люди умерли с другой стороны их дети большей частью не стали их наследниками умер сам этот тип мышления когда сейчас ну в результате того что обнаружилось что Николай Иванович Харджиев не только был основным наследником Малевича владельцем большей части его вещей а потом еще и увез часть своей коллекции архива в Амстердам они стали очень много писать издавать его статьи наконец меня очень огорчает то что люди которые пишут Николая Ивановича даже не понимают его типа мышления не приписывают ему ну собственный тип мышления который кажется им вполне естественным вполне разумным в таком положении скажем на самом деле это были большую часть совершенно искалеченные конечно тридцатыми годами жизни люди люди у каждого из которых за спиной были погибшие родные ожидания в лагерях ожидания собственной гибели или ареста в любой момент поскольку вся эта среда в силу ее то есть погибали конечно и члены партии никакой разницы тут не было и и стукачи и просто приспособленцы и кто угодно но тем не менее именно эти у этих людей не было никаких иллюзий в отношении того что происходит и так же как из лагерей люди не выходят вполне нормальными и такими как они туда входили потому что в общем тюрьма всегда оказывает на самом деле не не просто влияние на человека но в той или иной степени его деформируют иногда это заметно иногда это незаметно сравнительно но на самом деле каждый это понимает так же на самом деле в первую очередь 20-е и 30-е годы советской власти конечно совершенно деформировали сознание и просто образ жизни всех этих людей в общем тут имело значение все и ожидание или готовность гибели и чудовищная советская нищета которая тоже ну примерно так же как лагерная форма и так же как лагерные запреты иметь что бы то ни было свое оказывало конечно и вот разрушительное влияние на психику уродство окружавшее их и особенно важное для художников которые тем не менее сохраняли какую-то вот идеальную картину мира маклевская 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 ну они по возрасту там Жигин был крупным на самом деле достаточно известным художником молодым человеком перед революцией и главой целой группы замечательной и наверное самой любопытной по своей духовной направленности в 20-е годы группа маковец потом путь живописи формально руководителем маковца был Чикрыгин просто великий художник один из величайших русских художников 20-го века но душой и организатором и движущей силой и при жизни Чикрыгина он был Жигин а после ранней очень смерти под поездом в 22-м году Жигин просто оставался не просто лидером и главой этой группы но лидером группы которая в отличие от практически всех остальных никогда ради возможности выставляться или возможности не говоря уже о возможности заработать деньги или еще что-то такое не шла ни на какие компромиссы с окружающей властью можно сказать что теоретикам ну по крайней мере значительной степени человеком оказывавшим самое большое влияние на них с философской точки зрения был тоже великий русский ученый и философ Павел Флоренский великий Продолжение следует...